Всем привет дорогие друзья, с вами Йорн, продолжаем играть на тестовом серваке и будем тестировать нашу магичку Морэль из фракции Небесных. В общем взял я трехдневную копию в тест и она у меня получилась вот такая. И вы скажете, опять не одел своих лучших героев, одел все, все что только можно и все равно дают плюс 29. В общем разница там небольшая, когда вы открываете персоналочку и когда прокачиваете на плюс 30 всего лишь в 0,2%. Но я сказал, что конечно же это может сыграть свою роль. И жалко, что когда мы будем тестировать этого героя в пвп, нельзя ставить на нее артефакт, потому что артефакт это очень важная составляющая. Но я этого героя уже за кадром там потестировал, просто покажу вам основные моменты. И я думаю она вам понравится. Приступаем, что давайте на этапах кампании. Кстати я прошел сегодня 34, 9 и 12 ключевые этапы и вот пару боев мы с вами сделаем и на этом остановимся. Переходим. Так, разница в уровне у нас получается соточка, у противника 513, у нас 393. Какую команду мы поставим? Для начала вот такую команду. Вы в принципе все ее можете прокачать, потому что единственный герой, которого будет сложно достать, это только будет Мараэль. Артура можно покупать из лабиринта. И в принципе собирать его можно сразу. Только мы поменяем команду местами, потому что тут жесткая Изабелла. И если мы допустим как-то по другому поставим, я думаю, что мы страданем. Хотя ровно по центру. Можно конечно его поставить по центру. Но если мы поставим Мараэль наверх, то она свою сферу поставит напротив Солиса. Она надо первыми убить Нару и Изабеллу. Да, наверное вот так вот мы поставим и посмотрим, что из этого выйдет. Расстановка артефактов вот такая. И Артур в случае чего даст еще щит. Ну какого-то союзника. Да, давайте оставим так и посмотрим, что из этого выйдет. Потом также попробуем с Розой, там с могильниками. Мне кстати очень сильно понравилось комбинациям этой магички непосредственно с Фераэлем. Прикольно. Изабелла затягивает. Да, вы сами видите, да, как вот мебель работает 9 из 9. Изабелла затягивается и мы тут всех разносим. Но это ПВЕ, понимаете? Это этапы кампании. Тут в принципе по-другому не может быть. Притом при всем, что Лика ее практически догнала по урону. Не, ну механика у нее космическая. По-другому тут никак не скажешь. Ладно, следующий бой. Уже эту команду ставить неинтересно. Давайте что-то другое. Ну, уберем допустим Лику и поставим более такую же крутую пачку через небесных. Тази уберем, хотя контроль от Тази помогает. Потому что когда они стоят вот в этом вот, в Астрале, Сфера их стягивает. И они там не двигаются, вас не бьют. И когда Сфера их уже затянула, они там начинают получать люлей. В этом вот поле. В поле Сферы. Ну не знаю, Аталию можем поставить. Аталия будет под Нумису. Ну это будет вообще тогда разнос. Давайте попробуем. Почему бы и нет. Можно попробовать и поставить первую линию под Твинов. Что это даст? Не знаю. Давайте смотреть. Для этого мы тесты и проводим, друзья. Ну она живет. Быстро набрала энергию, но ее просто казнили. Ее казнили. Наша задача, чтобы эта магичка жила дольше. В этом-то весь и прикол. Тогда давайте поставим ее назад. Раз жить она не хочет. Да, ей бы книжечку вообще на быстрый набор энергии. И вообще там бы был просто досвидос. Ну она классно, она классно собрала в кучку. Там еще Аталия ультанула. Прям в эту кучку. И произошло все, что произошло. Потому что Аталия еще от использования ультимативных способностей союзников усиливает свою атаку. И конечно же она является лидером по урону. А Морель теперь еще и догоняющая на втором месте. А если допустим поставить Морель и Гвинет. Давайте попробуем вот так вот. То есть мы уберем. Поставим сюда Артура. У меня Гвинет здесь прокачана на максимум. То есть 5 из 5. Белая рамка плюс 39 из 9. Но тут еще и Нара. А Нара это не всегда хорошо. И можем поставить Лику для усиления как раз таки Гвинет. И посмотреть как вот стяжка за счет этой сферы будет плодотворно работать на вот урон как раз таки от Гвинет по заднему ряду. Потому что Хазард он ходить не будет. Нара тоже ходить не будет. Но зато Грыжо как бы пойдет вперед. Ну и на него вообще пофигу. А кого мы поставим под Нару? Можем поставить Лику. Лика еще на плюс 20 будет усиливать физиков. И в принципе она может побороться с этой Нарой. Да, давайте так и оставим. Ну она стягивает. Неплохо. Мне нравится. Тут залетела вот эта вот порча от Торна. Гвинет конечно там между смертью и жизнью. Лика пока бодалась с Нарой. Гвинет и магичка расстреляла. Но только смотрите. В этот раз уже топ ДД является Гвинет. Безусловно. Потому что Морель здесь была уже как бы просто в виде помощи. Да, ее тоже можно использовать. Но с Криат это будет более бюджетный вариант. Для стяжки в центр. Не, ну сфера ее конечно забавно работает. Плюс еще щиты. Для команды союзника четвертого навыка. Это конечно круто. И дальше идет уже ключевой этап. Ну я думаю что вы понимаете как этот герой работает. Фераэля я ставил вместо просто углового какого-то героя. И когда встречал допустим пачку с Хазардом или с этой Смегирой. То вот как раз таки фара с ней вообще просто это разрыв для команды противника. А если туда добавить еще Дэймона это будет просто огонь. Ладно, переходим на арену героев. Тут будет все посложнее. По той простой причине. Потому что моя стандартная пачка здесь в основном вот такая. То есть ну как бы ничего не меняется. И по той простой причине. Потому что тут все ставят Айнза. Ну вот допустим если даже енотика в противнике выберем. Мы ничего тут сделать не сможем. Вообще. Потому что у него стоит книжка прокачанная на 5 звезд. Два щита от первой линии. То есть Альбедо защитит. И еще дарует часть своего здоровья для выживания какого-то героя. А если умирает Эзиш или Рован. То все равно Айнз нас добьет. Понимаете. Еще бывает так что когда зов на 5 звезд прокачанный. Он же там раскидывает свою энергию оставшейся после смерти союзника. И вот если бы здесь еще был прокачанный зов на 5 звезд в этой команде. То это вообще даже без шансов. Тут даже пыхтеть не надо. Ну давайте попробуем. Я не знаю что мы тут сможем сделать. Что она тут сможет сделать. Давайте попробуем поставить Аталию. Вот. Она хотя бы сможет запрыгнуть. И побить Эзиша. А там уже посмотрим. Как пойдет. Давайте запустим бой. С этим Айнзом. Все как чокнулись просто. Ну вот сфера стоит. Вроде задевает Айнза. Но там Альбедо защищает. Да. И Айнз за счет книжки быстро и ровно набирает энергию. И просто уничтожает Твинов. Идет стяжка. Вторая ульта. И команда до свидания. И так каждый раз против Айнза. Вот если поставить артефакт на эту магичку. Какой сейчас покажу. То можно еще пободаться. Пободаться и может быть в некоторых случаях. При одинаковом БЛе. Мы бы затащили. То есть. Где эта книжка. Давайте зайдем на Айнза. Вот он Айнз. Вот она эта книжка. Тут и атаки будет больше. Плюс еще усиление критического урона. Здоровье. И быстрый набор энергии. Вот надо провести еще тест с этой книжкой. Давайте попробуем найти противника без Айнза. Сделать один бой. И на этом мы наверное с вами в пвп закончим. Ну тут все. Вот Сигурд у него тоже. Там через Твинов. У него точно такая же пачка. Причем все прокачаны практически на плюс 30. Там и максимальная мебель. Так. Мэт. У него БР вообще маленький. Тут Айнза нет. И мы его разнесем. Ну это даже не интересно. 375 против 393. Это будет просто избиение. Дебон. У Дебона тоже такая достаточно известная пачка. Ну вы сами поняли. Так. Может быть вот на этого Азиата. Ну тут тоже Айнз. Но он не так сильно прокачан. Давайте может быть попробуем. Еще можно Аталию поставить под Айнза. Она прыгнет. Будет устраивать веселье. А мы по крайней мере попробуем хоть что-то здесь сделать. Да. Давайте попробуем. Так. Ускорение. Ровчанский отъехал. Тут еще Альбедо. Интересно. Она доживет до ульты? Это вообще нет. Идет стяжка. Вроде как Аталия начала бить Айнза. Но нет. Там Альбедо защищает. И короче добивает нас. Да. Одна и та же фигня. Ну не знаю. Не знаю. Вот. 39. Это тоже будет избиение. Но тут нету. Зато. Айнза. Я не знаю. Давайте уберем Аталию. Поставим сюда допустим. Я не знаю. Тази. Для контроля. И представим. Что у нас вот. Такая команда. 379 против 393. Твины отъехали от Тейрона. Там еще ящерка. Вот я буду ржать. Если они нас вынесут. Залетел контроль от Тази. Магичка стоит в Астралии. Не. Артефакты конечно решают. Что сказать. Пошла стяжка. Опять контроль от Тази. Ирон ящерка. Сейчас отъедут. Ну не знаю. Вражеская лика. Я не думаю. Что нас добьет. Роман отъезжает. Лика ультует. Капец. Вот бой затяжной. Давайте ИХ4. Пошла стяжечка. Лика отъехала. И осталась Тази. Ну да. Мы победили. Но команда противника. Неплохое такое сопротивление оказала. Неплохое друзья. Ну. Я думаю. Что я найду этого героя. Прокачанного на максимум. Поставлю туда артефакт. И вот тогда мы посмотрим. Что она может сделать против Аинза. Если ничего не сможет сделать. Ну. Значит Аинз. Как был такой имбой. Так и остается. Есть под него команда. Но все будет зависеть от того. Как вы будете прокачаны. Когда вы ставите Гвинет. Лор Санчика. Нару. Аталию. Вот они могут в принципе убить. Пачку Аинза. Они могут. Здесь пока без артефакта. Этому герою ловить нечего. Вообще. Ну и десертом нашего видео. Является фарм Демонической Неморы. Я думаю. Что вам будет интересно. Вы скажете. Ты что сравниваешь. Да. Там. Этот герой. Капец. Его собрать. Очень сложно. А Шемка. Это более бюджетный вариант. Да. Вы тут правы. Но. Когда я сделал этот тест. Я посмотрел. Что разница. Особо небольшая. При том. Что Шемка. У меня же слита была. Я ее слил на Грежула. Теперь Грежу. Плюс 33 из 3. А Шемка. У меня. Плюс 10. Но. Даже при такой прокачке. Шемка. Вот так вот. И вы скажете. Так. Блин. Раздень там героев. Пусть Роза бегает за Шемкой. И тогда ты передамажишь. Невозможно. Потому что. От вины. Капец. Как прокачаны. По персоналке. Видите. Плюс 30. Или тот же самый Рован. Даже если я их раздену. То все равно. У них Бер будет больше. Можно конечно. Поизвращаться. Но я не стал. И давайте. Покажу эти два боя. И наверное. Подведем итоги. По этому героям. Ну. Такие первичные. Но надо еще проверять. Дальше тесты в ПВП. Так. Демоническая Немора. Вот они. История боев. Первый бой. Максимальный урон. Как раз таки. От этой новой. Космической героини. И смотрите. Как вообще. Это все выглядело. На Роване. У меня одет Зов. На Твинах. Зов. На 5 звезд. На Розе. Клинок. На Эстриде. У меня Кровавый Клинок. На этой магичке. Артефакта нет. Потому что. Это тестовая копия. Но в принципе. Мне нравится в целом. Я думаю. Что Донатеры. Будет выдать максимальный урон. Потому что. Что она стягивает. И если ее прокачать на плюс 40. 9 из 9. И там еще и мебель замаксить. В этом есть смысл. Именно этому герою делать. Донатером. Но Шемке то. Вы точно не будете мебель так жестко качать. Неплохо. Неплохо. Она разваливает этих. Дрефов. Тем более. Что там. В одну секунду. 120. Процентов урона. И. Данное поле действует. Тоже. Продолжительно. Как и у Шемки ульта. Но я не помню сколько там ульта у Шемки. Но здесь это поле работает 8 секунд. Все равно нормально она наваливает. Если ее поставить допустим по центру. Может быть даже местами будет лучше. Давайте сейчас сделаем эту попытку. И посмотрим. Здесь она стоит у меня впереди с ровном. Потому что твины ее связывают с ровном. И она становится жестче. Ну по моему мнению. Но я хочу попробовать ее поставить по центру. Хотя в этом нету смысла. Знаете почему? Потому что поле это смещается. Оно же не закрепленное. Нет. В этом смысла нет. Никакого. И. 167. Это вот не прокачанная Шемкой. Где ап энергии розы был именно твином. Давайте просто запущу. Вы тоже посмотрите. Ну Шемка тоже очень быстро убивает. То есть даже местами быстрее. А под розой так они вообще будут складываться за 3 секунды. Так что ребят. Вот. Вот так вот. Шемка остается наверное лучшим пока фармером данного босса. И более бюджетным вариантом. И сюда данная морейль точно не заходит. Ну а вывод один. Герой хорош в ПВЕ. В ПВП пока под вопросом. Но не против Айнза. Надо еще ставить артефакт проверять. Фарм босса демонической Неморы. Ну такое. Может быть на другом боссе где-нибудь и зайдет. Надо будет также проверять и делать тесты. На этом все. Всех обнял. И всем отличного пятничного вечера. Пока-пока.